Привет моим любимым слушателям. Вы слышите... Так, кого вы слышите? Так, у меня на бумажке записано Алексей Халецкий. Алексея Халецкого слышите? Канал Лёша играет. Цивилизация. В общем, всё банально и ничего нового. Да. Ну, это видео посвящено игре на море. У меня много в комментариях было по этому поводу вопросов и пожеланий, чтобы вот рассказать, как играть на морской карте. В моём представлении тут нету ничего сложного. Немножко другое развитие, естественно, но логика та же. Ну, с другой стороны, раз вы просите, почему бы и не сделать видео. Не забывайте ставить лайки, комментировать видео. Может, у кого-то будут дополнения. Это я всегда приветствую, потому что я не могу узнать всё. И, естественно, когда мои зрители дополняют видео, мне это очень нравится, потому что новичкам в цивилизации тогда проще разбираться. Рассказывайте о моём канале друзьям, знакомым, бабушкам, дедушкам. И, конечно же, подписывайтесь, если вы ещё нет. Итак, играем карту на 6 человек. Так, маленькие острова. И вот мне рандом выдал Англию. Сразу хочу сказать, что Англия для игры на море – это самая лучшая цивилизация. Я бы даже сказал, она слишком сильна для игры на море. Вы это увидите вот в течение партии. И смотрим, где ж мы тут появились. Да, место очень хорошее, имеется и пшеница сразу, и ресурсы роскоши. Вот две меди, то есть и производство будет высокое. Особенно, когда мы там поставим, оу, аж, ну, к сожалению, только две овцы мы достаем. Третья овца не в радиусе. Но зато две рыбки. То есть с едой проблем не будет, с производством проблем не будет. Так, что место замечательное. Нация замечательная, место замечательное. Так как мы играем на море и играем на маленьких островах, то не очень скоро вы встретите какого-нибудь своего соседа. Поэтому имеет смысл попробовать построить великую библиотеку. И вообще, если вы играете на островах или там на маленьких архипелагах, то есть на любой карте, где вы оказываетесь один на каком-то континенте или острове, то имеет смысл играть через традицию. Хотя, еще раз повторю, решение, через какую ветку социальных институтов играть, надо принимать по местности. Если у вас местность будет не предполагающая бурный рост, то все-таки тогда лучше по воле, быстрее открывайте оптику, чтобы быстрее расселять ваших поселенцев вольных. В данном же случае вы видите, у меня тут очень хлебные места, очень много где можно отъедать город, и поэтому без зазрения совести традиция. Потому что соседи очень нескоро придут к вам. Ну, конечно, может так сложиться, всегда бывают всякие несуразности, что прям кто-то очень близко будет к вам находиться, и придется раннюю войну устраивать. Но обычно на таких маленьких островах, архипелагах, просто островах, если вы один на острове, то к вам вряд ли скоро приплывут, а если даже приплывут, то сначала ведь надо исследовать местность. То есть приплывут сначала триремами, потом пока построят армию. В общем, тут до войны далековато. Ну, вот видим по демографии, что я первый по населению. Ну, тут у многих, я думаю, город уже два. Ну, я к тому, что не отстаем. Значит, ни у кого прям уж лучше, чем у меня, места нету. Поэтому продолжаем развиваться. Ну, я надеюсь, что никто из вас не догадается при игре в маленькие острова строить скаута. Вообще ни первым ходом, ни вторым, никаким. Потому что здесь по минимуму у нас суши, и тратить производство на постройку сухопутных юнитов вообще, в принципе, не стоит. Ну вот, мы приняли традицию. Как я уже объяснял, на этой карте традиция рулит. Вы вполне можете спокойно развиваться, пока до вас доберутся. И пытаемся построить великую библиотеку. Сейчас я переключусь на производство. Как я и сказал, у меня, в принципе, очень неплохое место. Так, вот эти клетки оставляем. Еще надо докупить овцу. Конечно, пшеница неплохо, но овца даст одно яблочко и два молотка. Таким образом, намного быстрее будет строиться великая библиотека. Ну, не намного, но быстрее будет строиться. Так, вместо десяти ходов девять. Замечательно. И при этом город не будет голодать. То есть, все по нулям. О, четырнадцатый ход, девять ходов. На двадцать третьем ходу будет построена великая библиотека. Вот помните, я в тех видео, в которых я рассказывал про великую библиотеку и Петру, там у меня на двадцать пятом, двадцать шестом ходу. Вот двадцать третий – это практически идеальный вариант. Двадцать третий ход. Вот можете увидеть, что по производству я вообще впереди всех. Среднее производство семь, у меня одиннадцать. То есть, вряд ли кто-то рядом... Даже если кто-то тоже начал великую библиотеку строить, вряд ли он быстрее меня это сделает. Тем более, что в демографии еще было показано, что я на первом месте по исследованиям. То есть, даже если кто-то вместе со мной в один ход открыл письменность и начал в один ход со мной строить великую библиотеку, то все равно из-за того, что у меня производство выше, я ее построю быстрее. Тем более, еще и аристократия принята. Дуболом у меня стоит вот тут внизу для того, чтобы клетки были открыты, и в этом месте не смогли появиться варвары. Чтобы они мне не мешались в постройке и вообще... Ну их нафиг. Ну и вот кто-то принял пантеон вторым. Первым кто-то принял 10% к еде. Это не очень, кстати. Ну, в принципе, для роста неплохо. А вот тот, кто взял плюс с молоточки к рыбацким лодкам, вот это намного круче. Потому что тут все на островах. Явно у всех будут какие-то ресурсы рыбные. Там рыбные, крабы и так далее. Вот у меня два ресурса. У того, кто взял, видимо, к молоткам аж три. Я так думаю. То есть уже с двумя-тремя ресурсами этот бонус очень крутой. Ну а после постройки великой библиотеки, не задумываясь, берем философию. Потому что тут важно всех опережать по науке. Важно быстрее всех прийти к Голиасам. Тут мы не будем отсиживаться. То есть мы будем растить горы, чтобы он был большой, отожранный. Но не будем отсиживаться в обороне. На морской карте надо идти в нападение. И для этого надо первыми прийти к Голиасам. Именно для этого очень неплохо первому построить великую библиотеку. А если вы все-таки видите, что не такое крутое у вас место, то стройте просто библиотеку. И идите к философии так, ну, при этом заглянув, конечно, в оптику, там, в горное дело, как вот сейчас я исследую, ну, открыв те технологии, которые вам нужны для присоединения ресурсов. А оптика, вот после горного дела я буду открывать оптику, потому что морские технологии самые важные в игре на островах, естественно. И еще очень важно открыть те технологии, которые позволят вашим юнитам уже пересекать море. То есть если при игре на суше, на Пангеи, вы идете по нижней ветке, ну, по средней, по нижней, то при игре на островах, на архипелагах, ну, в общем, там, где вы одни на острове, я рекомендую сосредоточиться на верхней ветке. Это и для роста города важно, потому что вот открыв оптику, мы получим маяк, который добавляет яблоко к всем клеткам, водным клеткам, и много яблок клеткам с рыбой. За счет этого мы сможем расти. Ну, и во-вторых, все войны будут на море происходить. Ну, и вот закрываем потихоньку уже традицию. Да, кстати, меня в прошлом видео спрашивали как раз, что делать, типа, вот я рассказал, как строить великую библиотеку быстро, а что делать, если ты все-таки не успеваешь построить великую библиотеку? Ну, во-первых, я еще раз рекомендую вам отталкиваться от того, на какой территории вы появились. Если у вас плохая территория для строительства великой библиотеки, то не стоит на нее так уж тратить силы. Она не нагибаторское чудо. Вы не выиграете игру, построив только великую библиотеку. А вот проиграть игру, построив великую библиотеку, можно на раз-два. То есть, в данном случае, когда играешь на островах, великая библиотека не так страшна, потому что к вам враг может не так скоро прийти. Хотя тоже всякие случаи бывают, но здесь вполне можно рискнуть. И вот, например, предположим, ладно, я не успел построить великую библиотеку. Что делать? Ну, во-первых, у меня появились деньги. Я бы на эти деньги постарался купить просто библиотеку, если хватает. Потому что смысл постройки великой библиотеки именно в том, чтобы получить какое-то преимущество в науке. Раз мы его не получаем, то в данном, вот в данной на этой карте, я имею в виду, то можно купить библиотеку. На Пангеи же у вас могут быть рядом соседи, которые могут прийти вас завоевывать. Поэтому на Пангеи я рекомендую, ну, во-первых, вначале там строить скаутов все-таки, не сразу бросаться в великую библиотеку. И очень внимательно использовать разведку. И смотреть, если соперник очень рядом. Вообще, если соперник рядом, то великую библиотеку строить нельзя категорически. Если же так немножко подальше, то следить за его демографией, вообще смотреть какие-то у него войска, не собирается ли он на вас нападать. То есть, главное разведка. И тогда деньги лучше тратить на войска, попытаться построить войска. Но, в принципе, вот если вы вначале так вот затупили с великой библиотекой, то вы начинаете отставать в развитии. И тогда, вот если вы не на островах, еще раз повторю, возможно, стоит потратить денежку на... ту деньгу, которую вы получили за недострой великой библиотеки, на рабочего, чтобы быстрее росли ваши города. Да, и вы при постройке великой библиотеки, получается, немного жертвуете ростом города. И поэтому надо рост города как-то наверстать. Ну, а если вы играете через волю, вот, кстати, почему еще воля, чем хороша, то, в принципе, вы не очень тогда проигрываете в развитии, не построив великую библиотеку. Потому что, все равно, за время постройки великой библиотеки вы принимаете общественные институты, которые дают бесплатного поселенца. То есть, вы скоро, через некоторое время будете ставить города и так. И если не построите великую библиотеку, как раз к этому моменту сможете строить поселенца более быстро. То есть, вот, играть через волю в плане строительства чудес на начальном этапе очень неплохо, потому что вы не так сильно теряете, чем при игре через традицию. Ну, надеюсь, я пояснил немножко про великую библиотеку. Вот, еще раз повторю, что вот на такой карте на островах великую библиотеку, в принципе, построить можно, попытаться. И даже если вы не успеете, то это не так страшно. Но все же, опять-таки, отталкивайтесь от вашего местоположения. Потому что, если местоположение плохое, не очень, то лучше потратьте эти ходы на строительство поселенца. Вот достигли вы трех жителей, видите, что у вас не очень хорошее место. Постройте поселенца и им найдите, ну и, соответственно, исследуйте оптику как можно быстрее, чтобы он мог переплывать на другие острова. И ищите более крутое место, иначе вы проиграете, ваш город не будет так быстро расти, как у ваших соперников. Ну, пока я вам тут рассказывал про Великую Библиотеку, как видите, я вовсю развиваюсь. Упор я сделал на рост города. То есть я сначала обработал клетки, которые дают больше всего еды. Построил уже одну рыбацкую лодку, сейчас вторую. Закончу, естественно, маяк. Как только он открылся, сразу маяк был построен. Ну, кто-то там увел Великий маяк, но в данном случае, даже несмотря на то, что мы на островах, Великая Библиотека намного круче чудо, чем Великий маяк. Ну, в принципе, с другой стороны, Великий маяк на втором месте по крутизне, так что не страшно. Я отъедаю город, причем даже, видите, несмотря на то, что я открыл философию, я не спешу с постройкой национального колледжа. Главное построить все возможные здания, ну и юниты, которые дают еду. То есть вот рыбацкая лодка сейчас построена. Сейчас я еще тререму на всякий случай строю, все-таки стоит исследовать территорию. И после этого уже национальный колледж. Дело в том даже не потому, что, как это сказать, чтобы отъесться. Конечно, отъесть город – это важно. А вообще, нацколледж – дорогое здание. И пока у вас город маленький, вы потратите очень много ресурсов на его постройку. Лучше сначала вырастить город. То есть нацколледж лучше всего строить, когда у вас город 7-8 жителей населения. Вот, когда он достиг, видите, у меня сейчас 7. Так что после треремы вполне нацколледж очень хорошо. И в исследованиях я там сначала открыл колесо. Ну, не совсем правильно поступил, потому что у меня город не на реке. Я колесо открывал для того, чтобы водную мельницу построить. Тоже очень крутое здание для отжора города. Но так как у меня город не на реке, то, естественно, никакой водной мельницы я построить не могу. Как видите, я уже на первом месте по населению. То есть я крут, город отъел. При этом у меня великая библиотека построена. Это значит, что у меня и с наукой полный порядок. И после треремы нацколледж. И я вырвусь по науке вперед. И исследую сейчас драму и поэзию, чтобы получить бесплатный амфитеатр. И, соответственно, быстрее закрыть традицию. Чтобы у меня Лондон вообще как на дрожжах рос. А хотя пока я вам тут рассказывал, уже открытая драма и поэзия. Давно уже амфитеатр стоит в Лондоне. Уже даже принял предпоследнюю общественный институт в традиции. И вот наконец-то строю нацколледж. Ну вот после того, как 8 жителей стало, можно переключаться на производство. Видите, за 5 ходов нацколледж будет построен вместо 10, если на еду переключаться. Так что 5 ходов мы не будем расти. Тем более, что мы и так на первом месте по населению. Достроим нацколледж. Будет самый большой выхлоп по науке из возможных на этом этапе игры. И мы прямой наводкой пойдем к голиасам. Как видите, пока я голиасы верхнюю ветку не исследую. Вам рекомендую исследовать те технологии, которые, во-первых, ресурсы роскоши присоединяют. А дальше уже там по ситуации. Вот я исследую верховую езду для того, чтобы строить конников. Например, исследовать какие-то территории как можно быстрее, если будут большие острова. Вообще, в принципе, при игре на такой карте строить юнитов, наземных юнитов, вам не придется по большому счету. Так что не уделяйте внимания этим технологиям. Зато, как видите, благодаря тому, что у меня Англия, мой, например, дуболом передвигается на 4 клетки вместо 2 обычных для юнитов, сошедших на море. И благодаря этому я намного быстрее исследую территорию. Ну и спасибо Триреме. Теперь она не на 4 клетки, а аж на 6 передвигается, потому что у меня Англия. Вообще, еще раз повторю, нация, английская нация в пятой циве вот на такой карте – это Uber. Например, ну давайте вообще-то про нации поговорим, которые хороши при игре на море. Ну, первым делом это, конечно, Англия, потому что это очень крутые бонусы, особенно плюс 2 перемещения на море – это очень классно. Я быстрее всех исследую карту, быстрее всех передвигаются у меня юниты по морю. То есть это, ну, представьте, что у какой-нибудь нации был бы бонус плюс 2 к перемещению на земле. У монголов, например, плюс 1 для конников, и то это уже кажется, ого, нифига себе, а тут аж плюс 2 на море. Это, ну, по-моему, немножко крутовато. Хотя бы плюс 1 бы сделали, потому что плюс 2 – это, ну, очень круто. Ну, на втором месте, естественно, турки. Несмотря на то, что у них нету уникальных юнитов морских, зато всего треть от содержания флота – это очень круто. У них получается очень много денег, и таким образом они могут намного больше флот строить, и, блин, аж на 2-3 фронта работать таким образом. Главное, чтобы производство было, и они могли как можно больше построить. Дальше идут все нации, у которых уникальные юниты морские. Голландия неплохо с ее капером, ну, правда, до него еще дожить надо. Что там, Византия, Карфаген. Ну, вот нации, у кого уникальные юниты морские. Первым делом, естественно, идете к этим юнитам, строите их, и идете воевать все те нации, которые без уникальных юнитов и без бонусов игры на море. Но, если у вас в игре, у вас соперник кто-то Англия или Турция, то я вам советую, очень настоятельно рекомендую договариваться с другими игроками в первую очередь выносить эти нации. Потому что, если за них играет сильный игрок, то очень скоро проблемы начнутся у всех. И я сомневаюсь, что если человек, играющий за Англию, сильный игрок, дойдет до линейных кораблей, что все оставшиеся в этот момент игроки смогут, даже если они объединятся все вместе, смогут что-то противопоставить. Так, ну, если вы заметили, в городе я строю конюшню, это потому что у меня в радиусе аж три овцы. И, то есть, после постройки конюшни у меня каждая овечка будет давать по одному молоточку. Вот так вот, да. И, собственно, я рекомендую строить конюшни, когда у вас в радиусе города есть от трех и больше ресурсов, которые будут давать молотки. Ну, или если, конечно, вы тут планируете кучу верховых юнитов строить, тогда тоже неплохо. Но главное, на этой карте, естественно, мне верховые юниты сильно не понадобятся. А вот три дополнительных молотка с овц очень даже неплохо для строительства голиасов в самый раз. Ну, и я вот говорил, что пойду к голиасам. Нет, сначала я открою университеты, чтобы потом быстрее открыть линейные корабли или фрегаты, если вы за какую-то другую нацию играете. Потому что голиасы, конечно, хороши, но главная воинская сила будет линейные корабли или фрегаты. И вот с их помощью мы уже будем усиленно всех вокруг воевать. А пока надо все-таки университеты открыть, потому что недостаточно еще науки. Несмотря на то, что мы впереди планеты всей, благодаря Великой Библиотеке и Национальному Колледжу. Но университеты очень даже не помешают. Так что университеты, а потом голиасы. Ну, как видите, по населению, по науке, естественно, впереди мы. А судя по данным Китая, несмотря на то, что он через традицию идет, явно у него уже три города, я думаю, уже, да. Судя по очкам, три города у него уже, а вот и границы Китая. Ну, я думаю, Китай будет моей первой жертвой, так как он поблизости. Но хотя по поводу того, на кого первым нападать в данном случае, я вам немножко позже скажу. Не обязательно на соседа, тут важен немножко другой фактор. Хотя, чего тут уже откладывать? Главный фактор наличия железа. Собственно, если у вас вдруг не будет железа, то надо будет первым нападать на тот город-государство или на того игрока, у которого есть в границах железо. Причем лучше на город-государство, потому что, скорее всего, они уже железо присоединят к этому моменту. Ну, то есть, надо завоевать тот город, где есть железо, уже присоединенное. Вот и все. Ой, смотрите, а вон китаец у меня под боком город уже поставил. Ну, в общем, Китай будет первой нацией, на которую мне придется напасть, потому что Нанкин поблизости от Лондона мне нафиг не нужен. Ну, и тем более, что он прямо вот тут рядом. Будет такой тренировочный город, через который будем нападать. Ну, явно Би Кью, который играет за Китай, он идет через четыре традиционных города. Ну, потому что традиции у него открыты, и, соответственно, видите, у него города уже расставлены. Но в данном случае все-таки при игре через по... Ой, как это сказать, на островах лучше начать одним аджористым городом. Но это, опять же, еще раз говорю, что это все зависит от местности, на которой вы появились. Если местность не предполагает рост, то, конечно, не стоит одним городом играть. Ну, пока нападать не буду. Мы тут, типа, все разведываем. Когда соберется достаточная армия, тогда и объявим войну. Пока вот он тут ведет туда, к Гуанчжоу, видимо. Ну, я смотрю по солдатам, что он не на первом месте, я на третьем. То есть он может быть на втором. Это значит, что у него не так много войск, чтобы напасть на меня. Поэтому можно особо не волноваться. Мне главное побольше построить лодок, и я смогу контролировать подходы к Лондону. Но ему все равно надо как-то переплывать, высаживаться. Так что проблем с защитой не будет. Проблемы с защитой только от морских юнитов. Вот когда морские юниты у него будет много, тогда мне надо начать волноваться. А пока занимаемся тут всякими своими делами. Удивительно, но никто к этому моменту не построил висячие сады. Это как бы ошибка все-таки моих соперников. Можно сады построить. И так как у меня уже разросшаяся столица с большим производством, а Голиасов еще нет, то построить висячие сады можно себе позволить. Потому что много трирем не требуется. Воевать с триремами не очень удобно. И дальше они как бы апгрейдятся не в очень классные юниты. Ну, каравеллы неплохо, но они больше для разведки скорее, для захвата городов, чем для ведения войны в принципе. И если бы у моего соперника, например, у китайца было бы много трирем, я бы, конечно, тоже в Лондоне триремы начал строить. Но так как демография... А, вот Ирокез, кстати, видите, границы Ирокеза. Так как демография говорит, что я по войскам совсем не на последнем месте, значит, все мои... А, ну это не столица. Это тоже какой-то... Тоже, наверное, через четыре города идет. Не на последнем месте. То беспокоиться мне насчет большого количества трирем не стоит. Ну, вот видите, тут китаец своим луком гуляет. В общем, попробуем построить висячие сады, пока у нас еще нету глязов. Тем более, что большое население города увеличивает нашу научную отдачу, и мы быстрее будем открывать морские юниты, и быстрее сможем начать захват и победу. Мне тут рассказали, что если встреченным городам-государствам предлагать защиту, то у них постепенно начинает увеличиваться положительное отношение ко мне до десяти. Поэтому вот я сейчас всем городам-государствам «Pilge to protect» предложение защиты отправил, и они там все потихоньку... О, смотрите, Китай объявил мне войну. Очень интересно. Ну, я не знаю, что он там думал, что я там дуболомом пойду вверх, или его лучника буду убивать. То есть я как бы не вижу смысла вот в данный момент объявлять мне войну, но что ж. Ладно, тем более, еще больше причин стало первым выносить Китай, и никто не будет теперь в чате писать, что вот я на него напал. Я напишу, что китаец вероломно использовал незащищенность моих юнитов и напал на бедного несчастного дуболома Джеймса. Потому что вот в таких групповых играх психология заставляет игроков опасаться именно тех, кто первый нападает. И если, грубо говоря, я на кого-то... Я бы напал на Китай первым, когда у меня уже глясы были бы, он бы мог просить в чате о помощи. Потому что я вот такой, как-то сказать, ну, по-английски вармонгер, по-русски кровожадный, наверное, лучше подойдет. И теперь вот я могу спокойной совестью воевать с Китаем, завоевывать его. И все будут думать, что я просто отбиваюсь от него, а не планирую захватить весь мир. Так, ну, не смог, видите, моего дуболома все-таки убить. Спасли его в Лондоне. Ну, зато ведь небольшая напряженность у меня будет под границами Лондона. Очередная у нас тут, кстати, загрузка сейва. И я закрыл традицию. Все, теперь моя империя будет... Ну, империя из одного города. Лондон будет теперь расти просто метеоритно. Метеорно. Метеоритно. Это болезнь. Осталась вот последняя клетка у меня обработать рабочим. Хотя вот можно еще будет хлопок добавить. К сожалению, Лондон его обрабатывать не будет, но в сеть ресурсов роскоши хлопок войдет. И еще будет плюс к счастью, и быстрее золотой век начнется. Как видите, исследую я теологию. Так как я... А, вот еще Японию, границы Японии. Ну, так я уже практически всех нашел. Китай, Япония... Ну, встретил Сиан, правда не нашел его. Осталось только... Где-то Перс спрятался. Исследую теологию. Так как я первый по науке на данный момент, то я думаю, можно будет попробовать построить... А, я Софью, чтобы религию все-таки получить. Пока у нас не открыты Голиасы, какие-либо юниты в городе строить, ну, в принципе, не имеет смысла. Да видите, меня тут китаец напрягает своим лучником. Ну, правильно, это... Не надо, чтобы армия стояла на месте, если он может обстрелять мою Трирему, почему нет? Все верно. Ну, вот у меня две Триремы замечательные. Ну, одна, правда, в Лондоне на страже стоит, а другая исследует, что тут происходит в окрестностях. Конечно, есть какая-то вероятность, что китаец плывет своими войсками к Лондону, причем сухопутными войсками, потому что я только одну Трирему у него видел. Но я очень сомневаюсь в этом. Поэтому немножко так безалаберно отношусь к защите столицы. Кто-то построил таракотовую армию. По-моему, в данный момент абсолютно бесполезное чудо. Вообще, как бы, не особо полезно, если вы через культуру только не играете. Знаете, сейчас вот, ну, зачем надо было строить таракотовую армию? Лучше бы построили там рабочего, который быстрее бы строил. Или поселенца, который еще город поставил. Или вот те же, кстати, висячие сады, которые я строю. Вот зачем таракотовая армия, когда еще не построены висячие сады? Вот видите, я следующим ходом их построю. Очень странно. Ух ты, смотрите, я уже на последнем месте по количеству войск. Но, опять же, я не волнуюсь, потому что тот, кто на первом месте, у него настолько небольшое преимущество, что не думаю, что это как-то, что кто-то меня может завоевать сейчас. Даже если вот человек с самым большим... Ага, вот Пекин строит пирамиды, кстати, обратите внимание. Так вот, человек с самым большим количеством войск, если он даже приплывет, а у меня не будет вообще никаких войск, я не думаю, что он сможет завоевать столицу, потому что 20 тысяч – это, по-моему, не очень большое количество. Ну, продолжаем исследовать территорию, не забываем. Нам надо исследовать как можно больше, чтобы увидеть, где находится железо у кого, у кого надо завоевывать, чтобы заполучить железо, если его у нас не будет. Ага, ну вот и китаец закончил пирамиды. Прям даже интересно, кто же это построил таракотовую армию в то время, когда не построены пирамиды и не построены висячие сады. Кто решил, что таракотовая армия лучше, чем висячие сады и пирамиды? Да. Таракотовую армию стоит строить, когда уже других чудес никаких нету, и вам там... Ну, вы видите, что культура у вас неплохо прет, и вы быстрее будете общественные институты принимать. Напомню, что культурная победа в сетевой игре Ну, это что-то невероятное будет, вот честно. Кто победит культурой в сетевой игре, похвастайтесь потом, потому что это что-то нереальное. Так, ну вот, мы тут с японцем... Пытаюсь ему предложить обмен ресурсами, ну, потому что он далеко, вряд ли я с ним буду воевать в ближайшее время. Обратите внимание, что начальные морские юниты могут передвигаться только вот по светлым клеткам моря, не по темным. Это такой аналог дорог, если хотите, на сухопутной части карты, только для морских юнитов. И это еще одна из причин, почему вам надо как можно быстрее открыть карту, чтобы вам было видно, какими путями добираться к соперникам. Где вы сможете пройти, где не сможете пройти. И до открытия линейных кораблей и каравеллы ваши корабли смогут передвигаться только по светлым клеткам воды, не по темным. Имейте это в виду. Только начиная с каравеллы, то есть каравелла... Апгрейд три рема в каравеллу, и она сможет тогда передвигаться по темным. И фрегаты, или в данном случае, в случае Англии, линейные корабли, тоже могут передвигаться уже по темным клеткам. И вот здесь главное отличие, собственно, игры на море от сухопутных войск. Потому что у сухопутных войск будут иметься препятствия в виде холмов, лесов. То есть где-то хуже они будут передвигаться, где-то лучше, где-то будут иметь бонус защиты. У морских же юнитов такого нет. Они могут двигаться прямо по ближайшей траектории безо всяких задержек. В общем, поэтому война на море часто непредсказуемо. И тем более вы еще и не знаете, откуда можно ждать соперника. И вообще перебрасывать таким образом свой флот можно очень быстро и в любое место на карте. Поэтому рекомендуется как можно быстрее выносить ближайших соседей. И, ну, понимаете, когда наступит время фрегатов, то человек, который решит на вас нападать, он может прийти абсолютно с любого места. Потому что здесь нету, как-то сказать, удобных и неудобных подходов. Море одинаковое везде, одинаковой ровности и так далее. И лечиться можно, если, например, вы наземными юнитами нападаете и лечитесь от улучшений, сделанных соперником на карте, которые, собственно, по всем клеткам разбросаны, то тут можно только на рыбацких лодках лечиться, их разрушая. Так что тоже много не полечишься. Поэтому приходится побольше иногда юнитов использовать. Ну и вообще самое главное, это что морские юниты вот напрямую передвигаются в любом направлении. И для них препятствие только суша является. А когда вы играете на островах, вот как эта карта, то препятствий практически нет. И, например, линейные корабли у Англии, они на очень большой, там, по-моему, на 7 клеток смогут передвигаться. А если еще взять коммерцию и левую ветку в коммерции, то и на 8 клеток, и таким образом будут мгновенно в любую часть карты перемещаться. И неизвестно, откуда ждать удара. Ну вот, смотрите, остался один ход до компаса. Вот, кстати, здесь, мне кажется, я не очень правильно сделал, что сначала открыл компас, а потом я буду открывать университеты. Потому что университет, мне нужен только один университет построить в моей столице. Пока он строился бы, я открыл компас и смог бы начать строить Голиасы. Так я сейчас начну строить Голиасы. Потом придется один раз переключиться на то, чтобы университет построить, потом опять Голиасы. То есть, ну, немножко сбивается ритм. С другой стороны, уже есть возможность строить Голиасы. И вот три хода. Город переключен на производство. Ну, и еще я закончил строить Чеченицу. Специально подгадал так, что, вы видите, у меня следующим ходом Золотой век начнется. Построена Чеченица. И можно следующим ходом вместо восьми ходов Золотого века будет двенадцать их. Как раз вовремя Чеченица закончена. Вообще, чтобы города было сложнее захватывать, которые находятся на побережье, их ставят так, чтобы доступ к ним был только с одной клетки. Но вот здесь, на такой карте, когда со всех тут маленькие острова и со всех сторон моря, я не думаю, что имеет смысл заморачиваться в том, чтобы к городу был затруднен подход. Здесь важнее поставить так, чтобы больше ресурсов было у города, чтобы он быстрее развивался. И играть, конечно, не от обороны, то есть, если к вам уже пришли захватывать город, вы это допустили, то у вас были проблемы с развитием. Это уже проигрыш, видимо. Вы, конечно, сможете отбиться, но если сможете отбиться, но все равно проблемы с развитием останутся. Ну, как видите, наступил у меня золотой век на 12 ходов. Голиасы стали строиться еще быстрее. Вот уже первый подошел. Я их не буду пока показывать своему, моей первой жертве, китайцу, что у меня уже появились голиасы, тем более, что он явно отстает по науке, потому что, видите, ставил еще несколько городов, то есть, чтобы меня догнать по науке, ему еще придется, ну, если он будет развиваться нормально, я его там не буду завоевывать, ничего делать, то ему еще ходов в 40, наверное, как минимум, чтобы достигнуть моего уровня науки и догнать меня по технологиям. Но я сомневаюсь, что он прям пошел уже тоже к голиасам, так что, вот видите, тут я держал трирему, вот в этом месте, для того, чтобы контролировать возможную переброску войск к Лондону от его столицы, от его основных городов. Но он ничего подобного не делал, так что, ну, на всякий случай стояла у меня там трирема, конечно, мог я ею исследовать территории, но на данный момент я уже очень большую территорию исследовал, все, что нужно мне было, и надеюсь, при открытии железа где-нибудь здесь добудет железо, может, может и у меня будет, но мы играем не по стратегическому балансу, поэтому вероятность небольшая, это как бы минус игры через один город в том, что вряд ли у вас будут все ресурсы рядом с вашим городом, для этого и надо завоевывать другие, видите, я голиасы расставляю по рыбам, по ресурсам, чтобы, если противник все-таки приплывет на меня нападать, чтобы он не мог разграбить эти ресурсы, потому что в отличие от наземных ресурсов, где можно рабочим их починить, тут придется заново строить рыбацкие лодки, и это еще трата продукции вашего города нафиг надо, ну, для атаки, для первой атаки я считаю, что надо четыре голиаса, вот это достаточно для начала крупномасштабных действий, и четырьмя голиасами вполне можно город захватить, ну, голиасами, конечно, вы не можете захватить город, снизить его защиту, а захватывать мы будем три ремами. После образования я буду исследовать астрономию, чтобы получить каравеллы, это первый морской юнит, который может двигаться по клеткам океана, вот по этим темным клеткам, и после этого я уже пойду к железу сразу. Вообще, железо, конечно, на такой карте очень важно. У меня несколько раз было, несмотря на то, что я много раз играл, но у меня несколько раз было затмение, и я после каравелл сразу начинал исследовать фрегаты. То есть, я там строил голиасы, и думал, что вот, у меня тут армия голиасов, ну, параллельно с этим захватывал города, не в этих играх, а во всех предыдущих, и такой открываю фрегаты, думаю, оп, я сейчас буду апгрейдить, и совершенно забываю о том, что для фрегатов требуется железо. И у меня на территории оказывалось, железа нету вообще. Я, получается, тратил очень много времени на то, чтобы открыть фрегаты, а это на тот момент очень дорогая технология. потом, получается, я ее открывал, но не мог использовать, потому что железа у меня нет. Приходилось открывать железо, потом искать, где это железо есть на карте, и завоевывать его, а к тому времени уже соперники подтягивались по войскам и могли более адекватно отбиваться, и вот из-за таких просчетов я терял темп, ну, то есть терял более выгодную позицию для атаки. Поэтому очень важно после каравел сразу открывать железо, чтобы вы могли сначала увидеть, где это железо есть вообще на карте, и только после этого идти к фрегатам. А вот теперь обратите внимание, я объявил войну Ханою в надежде на то, чтобы разграбить рыбацкие лодки, которые вот у Ханоя на рыбе стоят, и подлечить трирему. Но оказалось, что я не могу этого сделать. Вот я тут не очень понимаю, в чем дело, видимо, либо у городов государств нельзя их разграбить, либо это триремы какие-то дефективные. Но вот против соперника против другой нации это действует. Почему здесь моя трирема не могла разграбить рыбу, хотя там и рыбацкие лодки стоят, и я прямо на рыбацкой лодке стою, я не знаю. Тут у нас вышел один из участников, он не ливнул. Дело в том, что между ним и другим еще февериш миазма и между ним и стягом, который остался в игре играет за ирокезов, были проблемы с соединением. И у нас очень часто подвисала игра, то есть я это все вырезаю, естественно, вам не показываю, приходилось загружать сейвы, потому что вот между двумя, всего лишь двумя соперниками терялось соединение, вот это обратите внимание. И в итоге тот человек, который играл за Сиам, сказал, ну ладно, ну то есть кому-то либо Сиаму, либо Ирокезу пришлось бы уходить из игры. В итоге Сиам сам добровольно вышел, и мы продолжили в пятером. Ну, при игре вот на море это все-таки не так критично, чем при игре на Пангей, потому что здесь игрок, ну, компьютер стал играть за Сиам, и он не очень влияет на игру, то есть пока до него добраться. С другой стороны, конечно, на море компьютер играет бездарно. Он занимается тем, что строит юниты не морские, вот, дальше вы видите, что Сиам выйдет на первое место по селе армии, но это будут не морские юниты, то есть он никак вообще не может на это влиять, на морские баталии. И перевоевать против компьютера очень легко на таких картах, потому что подплываешь, расстреливаешь его юниты, которые на берегу находятся, спокойно захватываешь города, даже на самых высоких уровнях сложности, то есть просто компьютер не умеет играть на море, к сожалению. Ну и вы видели очередной общественный институт я смог принять, коммерция, это самый главный выбор на такой карте, потому что в коммерции левая ветка конкретно на игру через море заточена, потому что первый общественный институт там дает великого адмирала и плюс к передвижению морских юнитов, а второй институт дает три молотка прибрежным городам, ну это очень классно, поэтому даже этот институт намного предпочтительнее, чем рационализм, потому что намного более крутые бонусы дает на морской карте, чем рационализм, ну и потом вы всегда сможете рационализм начать принимать. И, как видите, я начал нападение наконец-то на Китай, у меня четыре голиаса, этого вполне хватит, чтобы захватить нанкин, естественно, очень нежелательно терять голиасы, я буду стараться их уводить из-под удара, вот видите, у меня уже два раненых, эти два раненых отойдут, точнее, один может еще останется для того, чтобы последний выстрел сделать по нанкину, и захватывать его буду три ремой. В принципе, здесь идея точно такая же, как и при войне наземными юнитами, у вас имеются войска, которые обстреливают город, и войска, которые его захватывают, то есть, если при игре на земле мы используем метколучников, или катапульты, или арбалеты, а потом захватываем скаутом, дуболомом, коником, и так далее, то здесь мы обстреливаем голиасами, а потом фрегатами, и захватываем либо триремой, каравеллой, или капером, вообще, конечно, лучший юнит капер, но до него еще пока добраться надо, вот, ну, Нанкин будет моим, но после Нанкина не надо лететь, сломя голову, захватывать остальные китайские города, нам важно найти железо, поэтому просто я уничтожу Нанкин, чтобы он мне тут не мешался под боком, он мне тут вообще не нужен следить за моими перемещениями, ну, я точнее не уничтожу, я его марионеткой сделаю, пускай он там есть, можно как раз вылить, убираем, убираем, быстрее, о, фу, чуть не потерял Голиас, удачно, что я полечился, видите, он обстреливает его, вместо того, чтобы, ну, здесь правильнее было бы, конечно, метколучником не обстреливать Голиас другой, а выйти вперед вот на клетку слева, чтобы я не мог триремой захватить Нанкин, но, вот я захватываю Нанкин, делаю его марионеткой, раньше, до выхода Гатсон Кингс, кораблями нельзя было захватывать города, вот, как-то так странно было сделано, теперь же те корабли, которые не имеют дистанционной атаки, могут захватывать города, ну, после выхода, собственно, дополнения Гатсон Кингс, и поэтому очень удобно не строить вообще наземные юниты и использовать только морские для захвата городов, тем более, что на такой карте очень вряд ли не будет какого-нибудь города, стоящего на побережье, потому что это, ну, вот видите, Бикью, оказывается, не знал, что можно кораблями захватывать города, это он зря не знал, потому что, видите, таким образом он потерял город, это он выдвигал дуболома сюда, типа, для того, чтобы я не мог выдвинуть, ну, перебросить наземного юнита, он думал, что я сейчас буду обстреливать глясами, переброшу наземного юнита, и пока еще им дойду до Нанкина, он сможет отбиться, но нет, вот тут я вижу рабочий китайский, все, уничтожен, гляс его уничтожил, ну, все, все хорошо, продолжаем двигаться по плану, но сейчас нам надо открывать железо и искать железо, видимо, придется с астрономией на железо переключиться все-таки, кстати, обратите внимание, что я ни на что не трачу золото, оно мне нужно для апгрейда потом моих глясов в линейные кораблей, я точно не помню, но там что-то в районе 150 золотых один апгрейд будет стоить, сами понимаете, уже как минимум 4 вот гляса у меня есть, даже уже 5 глясов, 5 глясов это как раз 750 золотых будет стоить, ну, золото очень-очень нужно, так что ни на что не тратим, ждем до апгрейда. Вот у меня уже великий ученый подродился после великой библиотеки, накопилось очков, посажу его в академию, будет мне давать еще больше очков, ну, вот тоже меня спрашивают, что лучше, хранить ученых или садить их в академии, ну, в начале игры, вот я считаю, первых одного-двух ученых стоит посадить, вообще есть такое мнение, что в принципе до количества науки в 200 очков, вот если у вас нету 200 очков науки в ход, то лучше ученых садить в академии, ну, или еще такое мнение, что до постройки школ тоже стоит садить в академии, после школ уже стоит сохранять ученых или их уже сразу как они появляются палить. Ну, тут вопрос даже не в том, лучше садить или нет, а нужно вам вот быстро какую-то науку изучить, тогда уничтожайте ученых. Все равно, конечно, в начале игры это не очень удачное решение, например, я помню, что как-то играл за Вавилон, и я помню, что от Вавилона при открытии письменности, после открытия письменности Вавилон сразу получает великого ученого. И, естественно, его надо было посадить в Академию. Я дурак, вместо этого сжег его, чтобы быстрее получить деньги и построить Петру. Ну, естественно, Петра для Вавилона тоже крутое чудо, потому что у меня там появился я вместе с Петра холмами, но если бы я посадил ученого в Академию, я бы все равно деньги открыл быстрее всех в любом случае. То есть, даже если бы там кто-то построил великую библиотеку и потом шел к Петре через нее, там ждал, я все равно думаю, что с великим ученым я бы получил деньги, ну, может и не быстрее, но в один ход, я не знаю, где-то вот так. Потому что каждый ход, сколько там Академия дает, шесть очков науки сразу? В начале игры, когда у вас просто есть шесть очков науки в городе с шестью жителями, то Великая Академия это очень классно. Ну, я надеюсь, вы обратили внимание, что железо, к сожалению, рядом с моими городами железа нету, а вот рядом с Прагой железо нашлось. Более того, я не вижу железа у китайца, поэтому, собственно, выбор следующей жертвы понятен. Прага. Я уже начал перебрасывать корабли, ну, жду, пока у меня все вылечатся, но я сейчас буду захватывать Прагу, чтобы у меня появилось железо, и я смог спокойно открывать фрегаты и линейные корабли и апгрейдить своих глясов в линейные корабли. Уже с линейными кораблями вынос Китая это буквально один-два хода займет. Поэтому предлагаю перенестись уже к тому моменту, когда я буду захватывать Прагу. Ну вот, перенеслись к началу захвата Праги, начинается 85-й ход, и я тут сконцентрировал свои войска под Прагой, ну, а в Лондоне уже построены университеты, все что надо, я продолжаю строить Голиасы. И вошел в новую эру, получил благодаря тому, что Англия аж два шпиона, правда, они мне тут не сильно нужны, но посадим в Пекине, раз он уже у нас открыт, и начинаем атаку. Так, а, у меня еще Прага может и контрибуцию дать, ну, че ж, возьмем денюжков и начнем атаку с денюжков. Так, видите, мы можем дуболовом захватить рабочего, поэтому сначала пододвигаем, потом начинаем войну, потому что иначе мы не смогли бы пройти дуболомом место мимо метколучника, если бы мы объявили войну до того, как пододвинули метколучника, дуболома. и начинаем вот обстрел Праги. Так, ну, судя по всему, понадобится три хода для... О, че-то я не успел до конца этого хода все передвинуть. Жалко, что-то я затормозил, надо было раньше начинать нападение. Так, ну, вот этот раненый глязь, конечно, на желтый уже пожелтел, но, думаю, следующим ходом его еще не убьют. Так что буду использовать его в нападении и уже следующим ходом буду отводить от Праги. О, каравеллы уже открыты. И вперед бодрым шагом к навигации. Семь ходов долинейных кораблей. Вот к этому моменту надо захватить Прагу. Видите, она уже... В Праге уже железо присоединено к сети пражской. И как только я захвачу... Ну, кстати, вы еще смотрите, если у вас там несколько городов с железом имеется, которые можно захватывать, вы смотрите по количеству железа в этих городах. Естественно, надо захватывать тот, у которого железо больше всего присоединено. Ага, видите, я тут занимаюсь читерством, мир заключаю с Прагой, чтобы она меня не обстреливала. И сейчас опять буду объявлять войну. Тут вопрос, видите, вы можете спросить, на что лучше делать улучшение промоушен кораблям на войну против морских юнитов или против наземных. Наверное, все-таки на такой карте против морских юнитов, это уже два раза против наземных сделал зачем-то. Все-таки здесь важнее, если у вас оппоненты тоже будут с кораблями, важнее уничтожать их флот. А наземные юниты там уже постольку, поскольку они не особо будут как-то влиять на войну. Ну что, недовольство городов государств возрастает, у меня снизилось к ним отношение, вот не могу, к сожалению, показать. Смотрите, японец стоит своим скаутом, наблюдает, что я тут творю. Нехороший человек, может его скауты уничтожить, что мне тут мешается. Но, с другой стороны, объявлять войну лишним людям сейчас мне не стоит. Да и далеко где-то Япония, вряд ли он мне может как-то помешать сильно. Да, на всякий случай передвинул сюда трилемму, потому что японец мог сюда поставить своего скаута и помешать мне завоевать Прагу. Ну, все нормально, видите, у меня сразу шесть железок появилось в арсенале. Все, теперь лечим флот, дожидаемся открытия навигации и идем завоевывать Китай. Ой, великий адмирал родился. Замечательно, все очень вовремя. И с этим великим адмиралом, я думаю, Китай будет завоеван очень быстро. Так, поэтому не будем тут особенно опять же смотреть все ходы, давайте перенесемся к тому моменту, когда я буду апгрейдить голиасы во фрегаты, даже нет, в линейные корабли. Вот, 92-й ход, я тут смотрю, сколько железа у моих соперников есть. Вот вижу у Сиама семь, а чтобы посмотреть у китайца надо открыть шесть железа. Очень хорошо, то есть я завоевав китайца еще и получу доступ к железу. И сейчас, в общем-то, все, навигация открыта, теперь можно идти к печатному станку через кузницу, через выплавление металлов тоже очень хорошо для увеличения производства. Ну и вот, накопили денег, апгрейдим, улучшаем все в линейные корабли, тем более еще и уже все голиасы излечены. У меня, по-моему, даже получится всех проапгрейдить. А, еще, видите, не все были подведены. Ну, вот, это я неправильно сделал. Сначала было проапгрейдить, а потом вести, потому что у линейного корабля выше, больше очков перемещения. Поэтому стоило апгрейдить, а потом уже следующим ходом вести его в сторону противника. Так, опять вперед по времени перемещаемся. Вот я даже успеваю у Китая уже что-то украсть, технологию. Очень хорошо. А, ну и китайцы меня что-то украл. Друг у друга украли по технологии. Но мне китайцу не жалко, потому что его скоро не будет в живых, поэтому пусть крадет, я не возражаю. Вот моя армада, видите, я так разместил, чтобы из Гуанчжоу ее не было видно. И начинаем атаку на город. Ух, смотрите сколько, четверть хитпоинтов сразу убралось с города. Еще четверть. Ну что, я смогу сразу уже захватить? Опа, может уже захватывать? Ну, последнее уничтожим. И 4 линейных корабля снижают защиту города с населением в 10, в 4 хода до 0. Все, Гуанчжоу нету, буквально чуть-чуть ранен мой линейный корабль, и следующим ходом можно начинать атаку Пекина. Так что линейные корабли это убер юнит вот в этом времени, и так как я еще первый к ним пришел, то я буду а вот кстати границы Японии, ну далековато от меня, далековато, так что видимо следующие после Китая будут ирокезы. Так, готово, там в Пекине я смотрю великий инженер, тоже готов что-то построить. Ну, не будем ждать постройки какого-либо чуда, вот начинаем, продолжаем принимать левую ветку коммерции, еще один великий ученый появляется, понятно, что для каравел берем улучшения для атаки городов, как можно более, чтобы лучше, меньше они тратили хиллпоинтов при атаке города, но вообще сейчас уже можно построить несколько каперов, потому что каперы такая классная лодочка, которая пи переманивает на свою сторону чужие корабли, очень мне нравится, с очень большой вероятностью корабль перейдет на вашу сторону, то есть надо капером атаковать корабль, который после его, если после атаки капером хиллпоинты корабля противника снижаются до нуля, то велика вероятность, что этот корабль перейдет на вашу сторону, при этом его здоровье вернется к половине от начального. Так, ну, следующим ходом, собственно, будем брать столицу Китая, Пекин, видите, мы полностью заполонили клетки перед ним, и главное поставить корабль на ту клетку, с которого вы будете захватывать город, чтобы противник не мог на эту клетку свой корабль поставить, все, теперь просто меняем местами линейный корабль и каравеллу и захватываем Пекин. Пока я все города делаю марионетками, может быть, Пекин я потом и сделаю, аннексирую и буду там выводить еще новые войска, если мне будет не хватать этих, но пока мне достаточно производства и Лондона. В принципе, Нанкин можно уже уничтожать, он мне не нужен, может даже и Гуанчжоу можно уничтожить, а вот Пекин стоит оставить, уничтожить, потому что иначе очень будет большой минус по счастью. Я же сейчас планирую идти уже завоевывать иракезов, и видите, у меня уже минус один, это еще нормально, а вот следующие города будет все больше и больше счастья, в минус счастье. Ладно, переносимся к следующим военным действиям. А, ну и здесь, конечно, лечим сначала флот, хотя у меня тут не особо он искалеченный, у меня вот четыре корабля практически целых, так что, думаю, можно идти дальше ими. Еще один скачок вперед, видите, я уже введу свой флот в сторону иракезов и вот нахожу его флот. Тут у него Голиаса и Триремы, и в принципе неплохо бы, ну, лучше всего, конечно, когда вы подводите свой флот прямо к городам соперника, но в данном случае уничтожить его флот на подступах к его городам тоже неплохо, потому что соперник без флота вам противиться не может. Ну, и Голиасы против, Голиасы и Триремы против линейных кораблей вообще никак. То есть, здесь просто, как говорится, не бей лежачего, все корабли будут практически уничтожены. Фрегаты даже не очень могут действовать против линейных кораблей, а те корабли, которые на поколение хуже, естественно, уничтожаются практически с одного выстрела. Ну, вот, я оставил китайцу один город всего лишь, остальные захватил, кое-какие уничтожил, сжигаю их, потому что нам, собственно, ну, лучше оставлять самые продвинутые города. основной у нас производственная база это Лондон, остальные будут выступать в роли такого золотого родника, будем вокруг торговые посты строить, чтобы как можно больше золота поступало в казну. Ну, вот, уничтожаем остатки флота ирокезов. Не знаю, стоит ли идти к осинке или сразу к столице. Пожалуй, пойдем осаждать столицу все-таки. И еще проматываем немного время вперед. Вот видите, я уже окружил столицу ирокезов, Анандага, в морской блокаде англичан, и начинаем постепенно ее обстреливать. Вот тут еще какие-то глясы, я смотрю, у ирокезов остались, три рема, ну, надо бы их, конечно, вот, обратили внимание, я сейчас на крабе как раз полечился. Благодаря этому улучшил немножко. Видите, у него тут аж четыре, пять ресурсов с рыбацкими лодками, так что есть где лечиться. Очень хорошо. И, естественно, сначала уничтожайте флот соперника, а потом уже принимайтесь за город, потому что иначе он будет уничтожать ваши корабли. Ну, вы там сами смотрите, если у вас вы успеете захватить город, то можно и не отвлекаться на флот. Ну, и вообще в данном случае, конечно, мне идет на мне выгодно такая несколько пассивная позиция японцев и персов. По-хорошему, им надо было давно уже мне войну объявлять, потому что вы же видите, что завоеван Китай, идет завоевание ирокезов, а что, чем вы там занимаетесь развитием, вы думаете, что после захвата ирокезов к вам не придут? Естественно, должно, особенно мне будет напряжено, если Япония объявит войну, потому что он в тылу несколько у меня, если он пойдет, например, будет нападать не на мой флот вот здесь, около Анандаги, а пойдет в другую сторону к Лондону, то у меня там, считайте, столица без защиты. Или еще можно Прагу захватить, в которой у меня шесть железа, и у меня сразу флот окажется без ресурсов, и будет уменьшена его сила. Минус 33% станет, что, конечно, очень сильно скажется на боеспособности, и будет все очень сложно. Но, тем не менее, не знаю, я думаю, что они, конечно, там общаются, в приватном чате, и ракез требует от них помощи хоть какой-то. И очень странно, что ни Персия, ни Япония не хотят вступать в войну. Потому что в данном случае они хоть как-то могли бы против меня втроем выстоять. Потому что, еще раз повторю, линейные корабли это очень круто. Очень круто. Но я вижу, что у Персов уже имеются фрегаты, например, и он вполне мог бы помочь иракезу побороться тут. Но пока они предпочитают, видимо, дождаться уничтожения иракеза и потом вступать в бой. А я тем временем продолжаю развитие. У меня в Лондоне строятся не останавливаясь линейные корабли. То есть пока есть железо можно строить. И вот следующим ходом Анандангу можно завоевывать. Тут я немножко притормозил с подводом каравелл для захвата города. Можно было уже на этом ходу захватывать, если бы каравеллы были. Но будем следующим ходом. Да, Япония вполне могла конечно тут посодействовать иракезу. Ну и вот смотрим что у нас в Персеполисе тут происходит. У меня там шпион сидит, правда он еще не открыл город. Подождем немного. Ну в Ананданге появился глязь как видите, но это уже ни на что не повлияет, потому что да, можно захватывать. Все. И вторая столица уже в этой игре взята. В общем-то Китай и иракезы выключены из борьбы. И у меня остались только в соперниках Япония и Персия. Ну поблизости тут конечно Япония ближе всего, но она по развитию немножко превосходит Персию, но у персов уже есть фрегаты, а у Японии еще вроде нету. Поэтому тут вопрос на кого нападать. Сначала надо полечить свои юниты. Ну вот я решил не оставлять тут Распутина наблюдателем и заняться Персией. Так что следующий у нас будет Персия. Будем стягивать флот к Персеполису. Ну что, всего два хода и как видите английская армада уже под Персеполисом. Будем о внезапно Сиам под предводительством компьютера объявил войну Персии. Ну он там не очень будет сильно мешаться ни мне ни ему, потому что не умеет компьютер на море воевать и видимо у него просто много войск наземных причем наземных и вот он решил тут объявить войну. Странно, что Япония не хочет никак вступать в войну, потому что я бы на месте японцев если бы я за них играл, я бы сейчас объявлял мне войну и захватывал хотя бы ту же Анандангу. Потому что у меня все ну вот я еще выпросил денег у иракезов, которые уже сейчас играют под руководством компьютера, в это время у меня там ага, так все-таки Япония объявила войну и в это время у меня там что-то перс кого-то убил и я что-то пропустил. Ну вот как я и говорил Япония должна была воспользоваться моментом и попытаться Анандангу захватить. что очень правильно Так, что у нас тут? Ну вот два фрегата Голиас Адмирал имеется Так что будем пытаться это все как-то Ого Ничего себе Что-то я как-то зря подставил линейный корабль У него наверное какие-то какие-то верования его религии улучшают либо нападения либо там дают какие-то бонусы при атаке городов принявшие эту религию Ну что ж Придется Будет сложнее атака Персеполиса что-то можно сказать Так что у меня только четыре линейных корабля А где еще мой флот Где-то они А так Это я сейчас хочу от Ананданги увезти каравелу Пускай ее японец захватывает эту Анандангу Как бы не особо важно Так Что у меня тут стоит Так Надо убирать быстрее корабль А то уничтожит жену Фу Чуть не убили Ну как я и говорил вообще морские юниты перебрасывать очень легко потому что на море нету препятствий кроме островов Быстро они перемещаются с одного фронта на другой А если еще и вы играете за Англию то все происходит еще намного быстрее Так решил я каравеллой зачем-то убить Голиаз Ну попробуем вот последняя атака Персеполиса Сейчас я думаю следующим ходом можно будет его взять О у меня тут уже скопилось войск Видите я тут оставляю их пока под Лондоном потому что опасаюсь атаки Японии с той стороны справа если они к Лондону справа подплывут но они вроде там Анандангой занимаются точно и что-то очень долго они колупают эту несчастную Анандангу но всего два фрегата у японцев и не получается у них просто быстрее из-за двух фрегатов ну наверное следующим ходом могут взять или через сход с другой стороны видите в данном случае жалко что Иракез вышел он мог бы помочь мог бы помочь японцам а что я не заключил в прошлый раз мир с Иракезом ну ладно сейчас заключу боже у меня 1740 золотых я их что-то вообще никак не трачу надо ну вот да перс мне еще и Сиам объявил войну эти кто-то из моих соперников наверное японец договорился с Сиамом объявить мне войну но он зря деньги потратил он же наверное как-то подкупил Сиам зря потраченные деньги потому что под руководством компьютера войска на море не очень будут нападать так надо ой ой я не успел каравелу увезти черт мне нечем сейчас персеполис захватывать это я зря сделал так ну ничего зато вот тут три рема японская попалась так поэтому приходится сейчас отводить войска потому что нечем захватывать персеполис но у меня каравелла внизу есть которую я от ананданги отводил о смотрите прется на помощь японец спешит на помощь персу чтобы персеполис не захватили и анандангу он так и не доколупал что ли то есть он решил прийти на помощь персу кинув анандангу ну странное решение ну конечно помощь персу нужна была но помощь заключается в том что на другом фронте просто захватывать лучше вообще самый лучший ход был бы со стороны японца это конечно свой флот на лондон бросить вот это бы меня напрягло очень сильно и там поразрушать какие-нибудь улучшения еще лучше какой-нибудь юнит перебросить под защитой флота но я уже подготовился у меня уже там два линейных корабля стоит то есть сейчас бы это тоже не сработало то есть очень медленно раскачивались мои соперники видите один фрегат японца уничтожен не смог он его довести на помощь персу я сейчас просто то есть то что он вел фрегаты на помощь персу вылилось только в то что он потеряет сейчас флот а персами потом займусь и вот у меня каравелла под защитой осталось так что сейчас отвлекусь на разборку с японцем и пойду опять завоевывать персеполис не ну вы посмотрите где мне компьютер взял и родил великого адмирала в ананданге как я его сейчас доведу до флота вообще почему почему он там появился блин ну вот я решил починить весь свой флот и подвести этого слава богу убрал японец свой фрегат испугался так бы я этого адмирала не смог провести ну все починенный флот и сейчас пойдем заканчивать с персеполисом все дела еще правильно было бы со стороны моих соперников посмотреть в дипломатии сколько у меня железа например они видят что у меня там ну 4-5 линейных кораблей их видно и видно что у меня например там в дипломатии предположим 3 или 4 железа значит уничтожив любой источник железа который больше 3 или 4 можно снизить боеспособность моих кораблей и вот найти на карте Прагу ту же самую которая близко находится к Японии ну так относительно близко и пойти отвоевать Прагу тем более еще можно в союзнике таким образом город-государство заполучить то есть тут сразу столько зайцев убивается получаешь в союзнике город-государство у соперника то бишь у меня убираешь железо и снижаешь боеспособность кораблей ну что начиная очередную атаку Персеполиса надеюсь в этот раз она уже последняя будет и четырьмя четырьмя линейными кораблями думаю мне хватит для захвата Персеполиса главное опять каравеллу никак не подставлять так ну я вам тут всякие побочные ходы не буду показывать буду показывать только войну так ну на последних секундах можно уже Персеполис пообстреливать сказать интересно что Перс не построил даже стен в городе поэтому вот очень очень конкретно снимается хитпоинтов с Персеполисом практически половина двумя выстрелами снята то есть следующим ходом можно город завоевывать так ну видите арбалетом фрегатом и городом практически уничтожил мой линейный корабль и в начале следующего хода я не успеваю его убрать ну надо продолжать атаку что ж поделать а вот он внезапно видите подставил арбалет почему-то вывел его на море но это удачно это плюс мне мисклик видите пишет это он случайно не туда попал арбалетом ну к сожалению этим ходом не могу захватить Персеполис но следующим ходом точно он будет захвачен это поэтому он видите он возможно стрелял по мне арбалетом мышкой надо было используя горячую клавишу Б тогда бы он не вывел арбалет так случайно на море вы видите у меня уже 4 линейных корабля в Лондоне скопилось осталось еще еще один построить уже будет 5 кораблей там еще 3 и вот этой армадой я с другой стороны откуда японец меня не очень ожидает пойду к нему воевать так ну что заканчиваем с Персеполисом хватит мне тут трех линейных кораблей конечно повезло что мой соперник так подставил арбалет ну все Персеполь взят Персы повержены и собственно осталась только одна Япония о чем я вот в чате и пишу осталось только единственный живой соперник ну правда Перс еще не выходит как я вижу я решил деньги потратить которые у меня тут 600 сколько там больше тысячи было денег прикупил всяких городов да ну можно Перса отпускать собственно в связи с завоеванием Персеполиса у меня счастье как-то резко уменьшилось но зато так я понимаю у меня 8 линейных кораблей и можно вот я отправляюсь то есть с двух сторон напасть на Японию правда или даже 9 у меня линейных кораблей тут 5 с той стороны 4 давайте собственно перейдем к самому нападению ну 2-3 хода и уже переброшены линейные корабли под границы Японии как видите все быстро очень происходит в этом плюс войны на море все очень быстро передислоцируется у меня уже там 2 великих ученых накопилось не знаю куда их девать пока 1-2-3-4-5-6 линейных кораблей ну вот Киото видите так немножко расположен будем пока о успел убрать юнитов мой соперник будем тогда его юнитов пока уничтожать раз они тут подставлены попробуем так главное не подставлять свои юниты под атаку его так надо было дальше немножко линейный корабль пододвинуть правда там Осака ну арбалет надо уничтожать к сожалению под Киото придется подставить видите аж 8 клеток ход а Осаку ну давайте Осаку попробуем захватить раз она тут поблизости в таком положении только вот где мои каравеллы неизвестно но очень далеко здесь Токио каравелла далековато вот видимо я зря а видите вот уже и капер появился мой соперник сосредоточил войска в Токио видите аж 3 арбалета там сидит а я подкрался совершенно с другой стороны это это мы удачно зашли называется да 8 клеток перемещения это очень круто то есть так бы фрегаты перемещаются на 5 клеток но плюс 2 клетки вот способности англичан и плюс одна от коммерции поэтому просто метеорами тут они летают между городами туда-сюда перемещаются ну по науке естественно очень далеко впереди ну вот зря я осоко конечно стал обстреливать надо было добить арбалет который там стоит сейчас он мне явно будет мешаться в киото всячески так ну и капер хотелось бы он еще один капер он так на приличную войску моего соперника не успеваю я все его капер уничтожить он уводит его подальше но благодаря тому что у меня что он зигзагами аж бегает ну это я думаю закончились у него уже ходы наконец-то смогу нет не закончилось еще ну наконец-то смог по нему выстрелить вот видите он очень правильно сделал что построил столько каперов именно а не линейных кораблей то есть они посильнее чем линейные корабли потому что если бы он фрегаты строил японские они ну я вижу там у него один фрегат но он в городе стоит он будет из города меня обстреливать потому что если бы он строил фрегаты то они конечно Никаких шансов против линейных кораблей Англичан не имеют А вот каперы Вполне Так, кого-то у меня там уничтожили А, великого адмирала Ну вы в курсе, что я люблю Великих адмиралов, генералов подставлять Это без вариантов Это всегда Хорошая примета Если подставил генерала или адмирала Значит выиграл игру В принципе Ну, японец хорошо подготовился Ничего не могу сказать Но все-таки Играть на этой карте через оборону Очень-очень опасно Ему надо было впрягаться еще Когда я к Ракезу шел Тогда надо было Помогать Ракезу Использовать тоже войска свои Но вот здесь видите У него так осоко расположены и киота Что мне неудобно проходить Я очень не хочу в этот проход заходить Потому что там будут обстреливаться аж двумя арбалетами Фрегатом и самим городом То есть я буду там корабли терять Поэтому пойдем сюда Видите, он капером очень хорошо Перехватил мой линейный корабль И мне сейчас надо свою Всю армаду Обводить вокруг острова с киота И с той стороны нападать на его каперы К сожалению То есть я правильно сделал, что С этой стороны пришел Своими линейными кораблями Но Почему я не купил Или не построил Ни одного Там капера или Каравеллу Которыми можно было бы Захватывать Этот город Это вот Ошибка Поэтому надо Сейчас Обходить Так бы я захватил Осаку спокойно У меня уже был бы Плацдарм И уже до захвата Токио недалеко А сейчас вот надо Быстро уводить Свои Юниты Чтобы до них не добрались Каперы А с этой стороны Будем атаковать Так, ну вот Капер Давайте его Убирает мой соперник Но я успел обстрелять Да Так вот Перемещаем генерала Потому что радиус действия Адмирала Две клетки Ну что Смогу я этот капер уничтожить? Нет Убирает все дальше Ну у меня достаточно Кстати очков перемещения Видите А, еще с Наверное А, я понимаю Почему Японец Успевает убежать Он же великий маяк Построил Поэтому у него На одну очко Еще передвижение Есть больше И наверное Коммерция принята Тоже Поэтому у него Ну вот Капера все таки Успел этот уничтожить Поэтому у него Хватает очков действия Чтобы Уводить корабли Подальше Так, ну вот Я наконец-то смог Свою армаду Передислоцировать Причем Моему сопернику Не очень просто Нападать Ведь ему тут Два небольших Островка мешают И надо Вот эти мои корабли Еще О, тут Очень вовремя Арбалет Плыл Мы его уничтожили Очень хорошо И Сейчас Все мои корабли Соединятся Вместе Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Их будет Восемь кораблей Ну, примерно Ну, чуть меньше У моего соперника Правда, у него Каперы Так что Будет интересная битва Ну вот, смотрите Дождался Мой соперник Когда я похожу Всеми своими юнитами И начинает Начинает Отбивать Да, я сейчас Да, перехватил Смотрите Так Ну, в первую очередь Уничтожаем Каперы В данном случае Не обращаем внимания Вот на мой корабль Который Был перехвачен У нас Главное Главные соперники Каперы Ну и как видите Я захватил Вражеского генерала Каким-то образом Мой соперник Подставил его И Сейчас мы Сможем Вот Два юнита Уничтожить Ну, один из них Мой бывший Конечно, к сожалению Но вот видите Каким образом Мой соперник Так подставил генерала Это Ему минус Естественно И один Каперу Смогли уничтожить Это очень Очень Неплохо Так что Теперь Мой соперник Отступает И мы Всеми силами Вот оттуда Сверху Очень удобно Будет Кего-то Завоевывать Потому что Так Давайте Наверное Арбалет Убьем Вот этот Да Не подставляем Под Киото Под удары Столицы Чтобы он Не мог Нас там Обстреливать И он там Видите Он отвел корабль Вот этот маленький Проход Но мы там Можем спокойно Его и зажать Потому что Всего одна клетка Выхода Он не сможет Большими Группами кораблей Оперировать Одним кораблем Там Поставить Один корабль Даже не в саму клетку А на выходе Он будет терять Очки передвижения И не сможет Вменяемо Атаковать Очень вовремя Пришло повышение Давайте подождем Чтобы он этот корабль Пообстреливал Мой Он попытается Его явно Нет Все таки Не будем ждать Только время Зря тратить Так бы он попытался Его конечно Капером захватить А я бы в это время Кораблик вылечил Но Ничего Время атаки Так Ну что Тоже Вот Уже охота Как бы и начать На Киото нападать Но Подготовлен соперник Видите Мой линейный корабль У него в Киото Стоит Арбалет Там он еще На готове Капер И как-то боязно Вот прям сейчас уже Вести нападение Ну ладно Чего ждать Чем дольше ждем Тем больше у моего соперника Может быть кораблей Понеслась Атака на Киото Видите Я перекрыл ему выход Он пытался Вот мой линейный корабль Но он капером Не может его сейчас захватить Потому что капер перекрыт Обстреливаем Киото И Я надеюсь Да Я думаю Мне хватит Следующим ходом Киото захватить Очень хорошо Очень хорошо Ну я вам тут Не показываю Что я там Рабочими делаю Всякие Что строю в городах Это уже сейчас На данный момент Не важно Тут вот интересное Сейчас происходит Под Киото Последняя битва Этой игры Собственно Захватываю Киото Все Игра закончена Там конечно Сиан Что-то строит Еще Но поверьте Я вам Компьютер На морской карте Воевать Не умеет Абсолютно Как вы видели Я еще Починил Свои корабли Адмиралам Я думаю Что он мне не нужен Для того Чтобы Успеть захватить Киото У меня достаточно сил Да А блин Еще Промоушен Так Все Меняемся Каравеллы И Захват Все Это практически Победа Не знаю Будет ли тут Дальше Мой соперник Еще что-то Пытаться сделать Но Столица Его Захвачена Видите Пишет Что я мастер Фаст клика Да Вы понимаете Клик из будущего Всем привет Тут главное Быстро Захватить Естественно Но Тут В моем понимании Соперник Во-первых Стратегическую ошибку Совершил Потому что Не помогал Ирокезу А тактическую Вот в данном случае Что увел Свои корабли Вот в этот Маленький проход В одну клетку Ему надо было Скорее Вниз уводить Косаки Если по-моему Так называется И оттуда уже Периодически Мои корабли Напрягать Когда я нападаю На его столицу Потому что Видите Столица Два Два Три хода Держалась Он за это время Мог достаточно Моих кораблей Уничтожить И Я бы не смог Взять Киото Так Ну на этом Будем заканчивать Давайте Подведу Итог И общий Такой Итоговый Текст По поводу Игры На море Выскажу Значит Первое Здесь очень важна Разведка Вы должны заранее Как можно быстрее Точнее исследовать Вот эти морские пути По которым на вас Могут напасть Кто может напасть Кто рядом находится Потому что если При игре Там на пангеи Ну на наземных картах Можно даже Не строить Например скаута Просто своим дуболомом Исследовать Окружающую местность И примерно Присмотреть Точки Такие важные Стратегические Где поставив Города Вы будете Защищены То на островах Вы видите С любого С любого места Могут прийти Армады кораблей И начать Вас завоевывать Здесь нету гор Нету холмов Лесов Которые бы Мешали сопернику Передвигаться В вашу сторону Здесь только моря Единственная Преграда Это острова И вот клетки океана По которым Не могут передвигаться Голиасы и Триремы То есть вам нужны Считайте что светлые клетки Это как дороги Их вам тоже надо исследовать Чтобы знать Как к вам Или вы Как к сопернику Можете пробраться Во вторых Я рекомендую Играть через один Город Традиционный Потому что это Самый быстрый способ Исследовать Голиасы А Голиасы Это основная Военная Сила Вот на таких Картах Да Можно и Триремами Захватывать город Но Тут такое дело Что Триремы Потом устаревают И каравеллами Уже не так круто Захватывать города А вот Голиасы Потом Афгрейдятся Во фрегаты Или в моем случае В линейные корабли И Голиасами И линейными кораблями Очень классно Города захватываются Поэтому Чем быстрее Вы придете Голиасам Тем лучше Дальше Вы растите город До того момента Пока у вас не появятся Голиасы После этого Весь фокус На производство И Как можно больше Строите Голиасов Можно начинать Захватывать города С четырьмя Голиасами Ну В принципе Экономическое развитие Я вам тут показал То есть Как можно Быстрее Отъедайте город Как можно быстрее Строите библиотеку Если не получилось Великую библиотеку Просто библиотеку Ну там Следите за Своей демографией Смотрите местность Конечно Если совсем плохая местность То можно и Через расселение Поиграть Тогда как можно быстрее Оптику Открывайте Чтобы поселенцам Идти По другим островам На этом В общем-то Все Если есть какие-то Дополнения То пишите В комментариях Естественно Подписывайтесь На мой канал Леша играет Вы слышали Лешу Халецкого И играйте В умные игры Леша играет Ну вот В общем-то И单 Вышли Уйдите 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...